МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Ломались клюшки, лёд трещал. Динамашинник сразился с чемпионом МХЛ. Соперник быстрее, ему должно быть быстрее. Как закаляется сталь. Не надо паники. В торговом центре города эвакуировали людей. Чтоб каждый человек понимал, как ему действовать в данной ситуации. Что делать в случае ЧП? По-скандинавски шагом марш. Спортивный марафон объединит самых активных и мотивированных. Приглашают граждан серебряного возраста принять участие. Когда? А также кадровые назначения и хода нет. Госэнергогазнадзор напоминает о мерах безопасности в отопительный период. Как остаться целым и невредимым. Итоги уходящего четверга подводят наши корреспонденты и я, Юлия Евтушенко. Президент принял ряд кадровых решений. Александр Лукашенко дал согласие на назначение новых директоров крупных предприятий страны, руководителей райисполкомов, ректора вуза, заместителей министров. Новое кресло заняли 16 человек. Без хороших новостей не остался и Бобруйск. На должность главы администрации Ленинского района президент согласовал Марину Сгорскую. Я хочу вас поблагодарить, что в результате долгих собеседований, проверок, вас вы согласились на эти должности, потому что время непростое. Что там греха таить? Среди нашего брата есть много людей, которые хотели бы где-то тихонько отсидеться в это время, а дальше как Бог даст. Поэтому любое ваше согласие на назначение, на ответственные должности, а вы основа вертикали власти, вы непосредственно на фронте, вы в штурмовых отрядах, если говорить о военных действиях, вы впереди, вы лицом к лицу с людьми, вам труднее всего. И во многом будет зависеть работа вертикали власти и мнение о президенте от вашей работы. Глава государства предупредил, в стране предстоит пережить сложное время. Впереди электоральная кампания. Белорусский лидер подчеркнул, нельзя обмануть ожидания людей и ориентировал руководителя местной вертикали власти на ответственный хозяйский подход по отношению к вверенным им регионам. Особенно важно это сделать нынешнему поколению, чтобы оставить образец для молодежи. Повторение «Мать учения». В Белоруссии прошел единый день безопасности. На базе крупного торгового центра «Бобруйска» спасатели развернули тактико-специальные учения. По легенде, горел магазин внутри большого комплекса. На тревожный звонок в считанные минуты прибыли пожарные машины. Огнеборцы оперативно ликвидировали мнимый очаг возгорания. В мгновение ока обнаружили и потенциального пострадавшего. Важно было напомнить персоналу торгового центра, как действовать, потому что они обнаружили умышленное возгорание, правильно действовали, оповестили про эвакуацию. Посетителям торгового центра мы также напомнили о том, что сработка пожарной сигнализации – это не шутки, не игра. На нее важно реагировать серьезно. Это очень важно. Это, в принципе, везде, чтобы каждый человек понимал, как ему действовать в данной ситуации. Работано все очень, в принципе, хорошо, быстро, без всяких происшествий. Быстро оказали помощь, нашли быстро, ну и вывели, естественно, быстро. Такие учения регулярно проводятся в различных объектах города. Четко отработанный план действий при эвакуации и ликвидации ЧП – гарант безопасности в случае возникновения нештатной ситуации. История противостояний. Бобры уступили команде из Санкт-Петербурга. В соперниках у «Динамо» шинник серьезный противник. СКА-19-46 – лидер «Золотого дивизиона». Нашу в начале пути на пьедестале «Серебряного». Статусные гости Ретива начали игру и открыли счет. Уже на второй минуте, спустя 45 секунд, вторая шайба в воротах хозяев. После двух периодов счет 2-0. За спиной у клуба – мощная поддержка бобруйчан. Трибуны не смолкали ни на секунду. Адреналин, заряд на победу. Только хорошие эмоции, положительные. Энергетика, адреналин – это радость. Я лучше не знаю виды спорта и готов посвятить ему все. Верите в победу команды? Конечно. А на матчи все приходите? Конечно. Еще не на него не попустили. Да что любишь хоккей? То, что они постоянно выигрывают и вообще они в нашем городе, я очень сильно их люблю. Я думаю, что они точно сегодня выиграют. У нас все получится. Хоть и проигрываем 2-0, но у нас все будет хорошо. Подопечные Андрея Михалева выкладываются на максимум. В третьем периоде напор на ворота соперника оборачивается долгожданной шайбой. Автор гола – Александр Яценко. Завершается эмоциональная игра со счетом 5-1. Мы не сдавались, играли до конца по установке тренера. Я считаю, что мне просто повезло, что он так отскочил и забил. Старались. Множко просто не повезло. Ребята пришли с высшей лиги. Поймите, что 2-3 раза быстрее все. Поэтому, конечно, нужно адаптироваться. Тестировали сейчас ребят. Ну, как бы неплохая форма. Что в октябре будет нас ждать? Может, домашние выезды, потом в ноябре будет У-20, то есть сборные. Поэтому мы там уже будем как-то корректировать. Но пока мы в хорошей физической форме. Нам не хватает именно техники. Соперник быстрее, и мы должны быть быстрее. После 9 сыгранных матчей «Бобры» возглавляют таблицу с 13 очками. Следующий ледяной поединок юные динамовцы проведут на выезде 30 сентября. В соперниках – Академия Михайлова и Стулы. На домашнюю арену «Бобры» вернутся только 17 октября. Болеем за наших! В каждый дом. Подготовка к отопительному периоду в самом разгаре. Госэнергогазнадзор своевременно напоминает о правилах безопасности. Как сберечь свои здоровья и жизнь? Юлия Вернер. «Бобруйск» усиленно готовится к осенне-зимнему периоду. Тепло в батареях, напомним, подается при условии, если среднесуточная температура в течение трёх суток подряд плюс 8 градусов и ниже. На некоторых участках активно заменяются устаревшие трубы на новые, современные. Специалисты трудятся, чтобы обеспечить жителям города стабильное тепло. Однако стоит помнить, находиться в непосредственной близости с зоной ремонтных работ опасно для здоровья и жизни. У нас проводится модернизация тепловых сетей. Участки производства работы ограждены. Знаки, обеспечивающие безопасность, установлены. Доступ людей ограничен. Ещё одна актуальная проблема, которая возникает при подготовке к отопительному сезону – порывы наружных тепловых сетей. Важно знать, максимальная температура горячей воды в трубах может достигать 150 градусов. Прикасаться к ним категорически запрещено. Но последствия любопытства могут быть чреваты ожогами и травмами. Большую опасность представляют собой порывы тепловых сетей подземной прокладки, когда образуется промойна, заполненная горячей водой. Трубопроводы проходят по газонам, тротуарам и проезжей части дорог. Повреждения тепловой сети можно определить под таким признаком, как парение, выход воды на поверхность, проседание грунта или асфальта, вытекание из-под крышки люка тепловой камеры. Именно поэтому стоит быть осторожным и обращать внимание на возможные признаки поврежденной теплотрассы. Чтобы не создавать травмоопасных ситуаций, специалисты призывают соблюдать следующее правило. Не пересекать в необорудованных переходами местах траншей и каналы, где ведутся работы по прокладке и ремонту тепловых сетей. А также не заходить за линию защитных ограждений. Категорически запрещено спускаться в тепловые камеры, ходить по трубопроводам, люкам, конструкциям теплотрасс и перекрытиям каналов. Не стоит приближаться ближе, чем на пять метров к промоинам, которые образуются в местах порывов трубопроводов. Обо всех случаях парения и утечек необходимо сообщать на единый номер аварийно-диспетчерской службы – 115. Большую часть чрезвычайных ситуаций можно избежать, если знать элементарные вещи, гласит статистика. Наша жизнь в наших руках. Достаточно проявлять чуть больше внимательности и ответственности. Юлия Вернер, Дмитрий Шевцов, Бобруйск, 360. Когда возраст не помеха, в Бобруйске 30 сентября пройдет марафон по скандинавской ходьбе. Самому молодому участнику – 60, а старшему – всего 82. Городской парк культуры и отдыха ждет всех желающих за порцией позитивных эмоций в 11 часов. К слову, на 1 января 23-го в республике проживало более полутора миллионов граждан в возрасте 65 лет и старше. 30 сентября в 11.00 во всей республике проводится акция «Путь к долголетию», где мы приглашаем всех пожилых людей провести время в кругу своих единомышленников. Накануне Дня пожилого человека, 27 сентября, это пятница, в городском парке культуры и отдыха состоится спортивное мероприятие «Здорово, жить здорово». Также Центр социального обслуживания Ленинского района приглашает граждан серебряного возраста принять участие в третьем республиканском марафоне «Шаг к активному долголетию», который состоится в парке. По мнению организаторов, марафон по скандинавской ходьбе, как и другие инициативы, это не только и не столько состязание, сколько общение и поддержка физической формы. Привычно протянутая рука и очередной план поставить Россию и лично Путина на колени. Человек майки цвета хаки вновь отправился в США. Стоит ли русским опасаться? Все ответы сразу после выпуска новостей в программе «Политический курс». Не пропустите. Это все из событий к этой минуте. Смотрите нас в интернете и соцсетях. Мы в эфире каждый будний вечер. Счастливо! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова